Дневной рубеж У президента Украины совсем другой график От Такера Карлсона там нет Это сочинение за авторством пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова Ну а как тут давать интервью Если первый совет Карлсону Который прозвучал от Марджри Тейлор Грин Которая попросила спросить Зеленского А где все-таки американские деньги Вопрос, который словно боятся задавать Напрямую Зеленского Потому что едва удается ему с кем-нибудь встретиться Из американских элит Или из европейских Все сразу начинают в один голос петь Что они вместе с Украиной Готовы воевать до последнего украинца Но про деньги почему-то никто вопросов не задает Интервью Зеленский конечно с удовольствием раздает Только тем, кто не задает неудобных вопросов И исключительно восхищается им Ну и его окружением видимо тоже Вот очередное творение В эфире Блумберг Пытается вроде бы когда же он поговорить С Трампом, говорит Зеленский То ли совсем уж не с кем Никто с ним не хочет теперь уже разговаривать То ли пытается найти какие-то пути спасения Все-таки Трамп предлагал покончить с войной за сутки Если не ошибаемся Если Трамп знает, как закончить эту войну Он должен сказать нам об этом сегодня Потому что если есть риски для независимости Украины Если есть риски того, что мы потеряем государственность Мы хотим быть готовыми к этому Мы хотим понять, будет ли у нас мощная поддержка США в ноябре Или мы останемся совсем одни Планируете ли вы встретиться с Трампом до выборов? Если президент Трамп Если президент Трамп, если он готов обсудить тему окончания войны в Украине сегодня Я готов встретиться с ним Для меня это действительно важно Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа Наших детей и так далее Вот почему я не давлю Я просто Мое послание таково Если у них есть план, он может быть не публичным из-за выборов Но я думаю, что мы должны знать об этом заранее, чтобы подготовиться Не хочется, чтобы они планировали жизнь его народа и его детей На самом деле, все было спланировано давным-давно Еще во времена госпереворота 2014 года, а может даже и раньше Потому что по плану, который сочинили на Западе Уготована война до последнего Украин Справа, Зеленский, конечно, продолжает выклянчивать вступление в НАТО Даже не вступление, а хотя бы что-то Дайте, пожалуйста Потому что из того же интервью он сказал Мы хотели бы увидеть что-то похожее на приглашение Это было бы знаком того, что никто не боится Путина И что все уверены в руководстве США Ну, фактически очередное признание в том, что Даже не вассалы, а просто Послушные существа На поводке у главного хозяина И в этом же интервью, кстати Как-то вдруг прозвучало Что он готов увидеть Путина на саммите На втором саммите мира Абсолютно опустив тот самозапрет На любые переговоры с Россией Который сам же Зеленский сочинил Который они там все подписали радостно И запретили себе любые переговоры В каком формате тогда возможны эти участия В подобных мероприятиях совершенно непонятно Более того, войну ему закончить эту не дадут Потому что появилась, может быть, необычная И такая странная версия Но вполне заслуживающее право на существование О том, что азовцы уже, те самые нацисты Которых потом переименовали в разные бригады под номерами В составе ВСУ Что они устроили такой уже тихий переворот на Украине Перевороты бывают разными Это американская журналистка Ким Иверсон Напоминает, что как раз нацисты, радикалы Украинские Ну или те, кого склонны там называть мягко националистами Это те, кому как раз нужна война Потому что если войны не будет То им придет конец, они будут никому не нужны И Зеленский, поэтому, собственно, и постоянно меняет Генералов, перестановки Сейчас анонсируют новые перестановки в правительстве Потому что их все эти чиновники и генералы не устраивают А нацисты мира не хотят Мы видели его на саммите мира, который они провели Знаете, где собрались все эти европейские страны? И они провели этот мирный саммит И они сказали, никакого мира в мире нет Мирный саммит Они, по сути, сказали, что мы не стремимся к миру с Россией По сути, что Россия должна отказаться от всего И тогда у нас будет мир Такова была их идея мирного саммита Таким образом, Европейский Союз, Запад и Соединенные Штаты Явно не хотели прекращать войну Затем мы видим еще больше доказательств этого Зеленский пожимает руку премьер-министру Эстонии Заключает десятилетнюю сделку с Эстонией Заключает соглашение о безопасности с другими странами Но тогда вот и Зеленский Вот что он должен был сказать о мире примерно в то же самое время И он делал это до сих пор Итак, мы видим сделки и отсутствие мира на Западе А затем мы слышим, как он говорит эти вещи Но затем мы перейдем к тому, что касается батальона Азов Но вот Зеленский говорит о поиске мирного соглашения Мы должны найти и подготовить этот план И представить его на рассмотрение в течение нескольких месяцев У нас не так много времени Потому что у нас очень много раненых и погибших на поле боя И среди гражданского населения Вот почему мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами Вот почему мы хотим подготовить этот совместный план И представить его на рассмотрение второго саммита Второго мирного саммита Хорошо, и так второй саммит мира прошел не так хорошо, как первый Они по сути сказали, что никакого мира, никакого мира для Зеленского Никакого мира для Европы Я имею в виду, никакого мира для Украины Мы просто хотим, чтобы это продолжалось и дальше Так вот, он говорит, что мы хотим чего-то добиться вместе У нас много погибших людей И нам нужно что-то для следующего мирного саммита Так что, возможно, он как бы набирается смелости выступить против Запада Говоря, что мы действительно должны положить этому конец У нас есть трупы, а вы, ребята, не хотите бросать свои тела на войну Так что нам придется прийти к какому-то соглашению Но вот тут и вступает в дело батальон Азов Итак, вот история с Би-Би-Си Об этом стало известно только на прошлой неделе Высокопоставленного генерала Зелинский уволили, обвинив в некомпетентности А теперь скажите, почему Зелинский увольняет этого генерала Потому что так приказал ему командир батальона Азов Это интересно Президент Украины Владимир Зелинский уволил высокопоставленного генерала После публичной критики по поводу чрезмерных потерь и обвинений в некомпетентности Мистер Зелинский не объяснил причину своего решения, о котором он объявил во время своего вечернего видеообращения в понедельник Поэтому он ничего не сказал Почему они это сделали? Перед вами командир батальона Азов Глава батальона Азов Как я уже сказала, верно, он является начальником штаба бригады Азов И критикует генерала А затем в течение нескольких часов, буквально через несколько часов Зелинский избавляется от этого парня, даже не объясняя, почему Он не хочет говорить Ну, потому что батальон Азов приказал мне это сделать Так что прямо сейчас, вы знаете, это уже довольно вопиющее, или я бы сказал, тревожное событие Если бригада Аза, которая известна своими гипернационалистическими, экстремистскими, нацистскими взглядами, как и идеология, очень жестокий батальон Если бы они могли просто высказать критику, а потом вдруг этот парень исчез Это, это, это вызывает тревогу Кто на самом деле по-настоящему руководит военными? Это Зеленский или батальон Азов? Это указывает на то, что это батальон Азов Но это не единственное доказательство, которое у нас есть Вместо этого у нас также есть эта статья, которая вышла только вчера Что произойдет с Зеленским, если он остановит войну на линии фронта? Мы перевели это Изначально это было написано на английском языке Это украинская новостная организация, которая публикует свои материалы как на русском, так и на украинском языках Мы перевели и на английский И вот в этой статье он говорит в связи с последними заявлениями президента Вальдемара Зеленского Которые могут быть истолкованы как готовность остановить войну вдоль линии фронта Так вот, что я вам только что показала И это не единственное заявление Зеленского о том, что возможно нам следует прийти к миру Возможно у нас должен быть какой-то план действий Он добился успеха, он как бы проделал эту штуку туда-сюда, где он, как я уже сказала, встречается с европейцами и говорит Хорошо, я думаю мы будем продолжать войну вечно Но потом он делает такого рода разовые заявления Так что возникает некоторый вопрос о том, в каком направлении движется Зеленский Если война все-таки закончится, а выборов у них не будет У них, скорее всего, не будет выборов Я предполагаю, что в этот момент произойдет не тихий военный переворот, как это происходит сейчас А настоящий военный переворот И тогда целый батальон захватит власть То батальон Азал действительно отвечает за эту войну Что на Украине уже произошел тихий переворот Что они угрожали Зеленскому Сейчас они публично практически угрожают Зеленскому Говоря, не смей даже думать о прекращении этой войны Мы собираемся продолжать до тех пор, пока в границах Украины 1991 года В тех первоначальных границах Украины, которые были установлены Не останется ни одного русского Они говорят, что хотят именно этого И никак не меньше И они угрожают Зеленскому Так что мне кажется, что Зеленскому давно пора отправиться в путешествие Я думаю в Майами Обосноваться там и жить там Закончить войну И сбежать со своей семьей Ну, на самом деле, возможно, конечно, это попытка выгородить Зеленского Мол, попал он в такую непростую ситуацию Он хочет мира Хотя, на самом деле, конечно, у него звучало достаточно заявление Про то, что необходимо победить Россию Необходимо забрать территорию Но права она в том, что, конечно, Зеленскому пора бежать Если он пойдет на уступки, его сметут А через какое-то время, возможно, даже станет известно Что Азов тот самый нацистский проект США Наподобие ИГИЛ или Аль-Каиды В конце концов, не случайно Ведь не впервые по таким экстремистским образованиям Обнаруживаются следы спецслужб американских Не случайно, кстати, ведь нацисты-азовцы ездили вереницами буквально в Америку На короткий период времени в Белом доме их признавали, конечно, нацистами в американском Потом этот ярлык сняли, отменили Потом это не так давно даже разрешили снабжение оружия Ну и, кстати, если уж вспоминать То даже в тот момент, когда эти самые нацисты из Азова Были вроде бы под формальным американским запретом Огромное количество фотографий Лидеры этих группировок бандитских Публиковали свои фотографии в обнимку практически с американскими инструкторами С грамотами, которые они получали, проходя обучение в Европе Опять же, под управлением американских военных Соответственно, помимо разрешения на поставки им личного оружия Здесь речь идет и о разрешении на финансирование А на одном из снимков, если помните, такой прокопенко был Это был как раз еще период, ну не начало, но середина специальной военной операции Когда он демонстрировал сертификат, который доказывал прохождение военной подготовки Под командованием сил спецоперации США в Европе Ну и каким может быть тот исход, если Деленский не сможет Если он даже допустит, что может быть хочет как-то вылезти из этой ситуации Но командовать всем будут нацисты и военщина украинская Эйш Таймс предлагает такой вариант Что конфликт на Украине закончится не переговорным соглашением, а капитуляцией И ситуация на фронте может привести к развалу или капитуляции украинской армии Что потребует безусловной смены власти в Киеве И военное руководство следующее может уже в такой ситуации подписать некое соглашение с Россией Капитуляцией, которая исключает дальнейшее вмешательство НАТО на эту территорию И находящий путь для диалога с Москвой и Альянсом по вопросам безопасности Дневной рубеж